Одна еще великолепная находка. Крем офигенный. Вот по типу сапфира, по объему приблизительно столько же, сколько сапфир. И стоит в 4 раза дешевле. Кожаный наполнитель, заполнитель, реставратор. Перед реставрацией обязательно надо обезжирить поверхность. Можно использовать профессиональные средства типа сапфир. Можно купить бензин, можно спирт обычный. Но главное обезжирить и дать высохнуть. Теперь нужен или силиконовый шпатель. Или просто какой-то шпатель. Можно кусочком ножа, в конце концов ничего этого нет, надевая перчаток. На одежде можно все это восстанавливать. Это его коня. Был когда-то хвост. Вот видите, отодрано. Вот что значит люди в возрасте уже плохо видят. Эту финтифлю сложно увидеть на кожаной куртке. Она практически сливается. Но под какими-то углами людям казалось, что это какая-то грязь. И каждый раз знакомый подходил к мужу и попытался, говорил, о, у тебя тут что-то прилипло. И пытался все это отколпить. Короче, этот хвост коню я приклеивала после каждого раза, когда он куда-то ходил. В итоге этот хвост отодрали. Прямо вместе с кожей. И сейчас я все это восстанавливаю. Небольшое количество. Восстановить потертость кожи. Вот и все. Сейчас, вот видите, там и ноги отрывали этому коню. Уже хвост слился практически. Еще второй слой на наш хвост. Надеюсь, были ноги. Так что этот конь, всадник этот, всегда страдал от посягательств знакомых. Вот так восстанавливается покрытие у кожи. Прекрасная пленка появляется на месте дырки. И все. Вот так восстановилась кожа. Карман я восстанавливала года два назад. Он такой вот, потертый был. Вот сейчас, спустя два года, вот так выглядит кожа. С этой стороны. Можно опять пройтись спиртом. Бензинчика. На потертые участки. Я тонкую полоску нанесла. И теперь... Все. Закрасила. Высохнет и станет идеальным цветом. Ну и вот уже место, где был оторван хвост. Восстановилось. И цвет у него стал одинаковый. Но вот этой мохнатости на коже уже нет. Вот так перчаточкой растерла все места, где только можно. Восстановила. Оно высыхает и превращается в одинаковый цвет. Но что я еще делаю вот с такими кожаными кортками? Сейчас я ее уже почистила салфеточкой. Так уже перчаточка грязная, можно еще довезти дома. Вот этот саламандр с воском именно. Краска такая. Это самая моя любимая краска. Почему? Потому что она идеально восстанавливает кожаные изделия. Просто идеально. Как я делаю? Оп. Наношу. На все изделие. Прям вот не стесняюсь. Она ухаживает. Она хорошо впитывается в кожу. Вот кожаные изделия. Чуть-чуть пахнет гуталинчиком. Но это не страшно. Когда высохнет, все это уйдет. Намазываю этим гуталином. Это самая лучшая краска для обуви. Кто любит обувь. Точнее, кто носит обувь. Туфли, туфли мужчины носят. Вот это идеально. Вот видите. Здесь как блестит кожа. И вот она не пачкается. Вот. Я тру. А она не пачкается. Потому что эта кожа прям вот вливается в кожу. Прям впитывается. Идеальный черный цвет. Самый лучший цвет этого саламана. Потому что это идеальный черный цвет. Ну, я вот сейчас пройдусь по куртке. Потом колготки свои, старые. И натереть. Будет блестящая, глянцевая. И за счет воска она будет еще иметь водоталкивающий эффект. Короче, вот это. Две штуки. Незаменимые для кожаных изделий черных. Сумки, обувь, поцарапанности. Кожаная куртка потрепалась. Топ. Это первый раз купила. Это пользуюсь уже лет 15, наверное. А может быть, этого больше. Проверено. Никакой другой крем. Так классно не ухаживает. Начинаю с... Сделаю кроссовки. Кроссовки надо было просто привести в порядок. Потом думаю, ладно, куртку. За курткой уже руки испачкала. Ладно. Пойдем, доведем до ума уже все. И так у меня всегда. Будь здоров. А сколько, правда? Уже ее и нет. Просто бывает, покупаешь кожаную куртку тонкую, которая вот вообще тонюсенькая, весенняя. И попадаешь под весенний дождь, приходишь домой, а она вся в крапинку, вот как будто кислотой разъела. Вот только этот саламандр может восстановить вот этот, убрать этот дождь. Потому что кожа, верхний слой очень тонкий, и он портится от воды. И вот это отполировывает хорошо и защищает. Я вот так восстанавливала кожаные куртки. Не все кожаные куртки, некоторые так получаются. Так, я натерла, даю высохнуть. А потом с самыми обычными гортками, вот когда уже высохнет, минут 30 оставляю в куртку, чтобы впитался крем и высох. И просто отполирую. Самое интересное, вот место теперь, и место хвоста уже вообще. Не бросается, наверное, там, где был хвост, дырявый, вот здесь. Все гладко. Высохла, почистила, а теперь мне надо привести в порядок манжеты. Потому что вот они прям грязные, растянулись. Кожу я привела в порядок. Она блестит. Вот для этих целей нужен вот такой гель. Совсем немного. 5 мл. В холодную воду опустить. Намочить чуть-чуть. И не полоскать. Вот. Пошел процесс очищения. Кажется, вообще уникальный прям. Слои пошли грязи. Потролю эти резинки, отожму и все. И выполаскивать не буду. И высохнут. Будут чистые. Потому что мне нельзя много воды, чтобы не ушло на кожу. Вот сколько грязи у меня вышло. Смешно. Великолепные гели. Просто. Я вот эти жидкости, я просто от них удивляюсь. Сколько они вытаскивают грязи из вещей. Так. Все. Теперь еще и горлышко надо постирать. Все. Порис. Чтобы высохло. Ванну на сушку положил. Будет стекать как раз. Если кажется, что вроде как не постиралось. Вот верхняя часть, которую я постирала. Нижнюю резинку я не стирала. Вот разница. Черненькая. Я говорю, он как-то работает уникально. Реально выстирывает. Вроде кажется, повозились в воде. В грязной. И не прополоскали. Вот какие-то свойства у него. Если грязь уходит в воду, то она назад не возвращается в ткань. Что как бывает в обычных. Вот такое отличие. Я постирала только воротник. И рукава. Нижнюю часть я не стала стирать. Потому что слишком большой объем. Ну и в принципе, эта часть все время трется об одежду. А вот та, что вокруг лица, должна быть чистая. В принципе, можно было и низ. Но что-то я... Оно внешне не бросается в глаза. Но главное, чисто должно быть сверху. И вокруг рук. Хорошо все просушила. Чтобы высохло все. Не было мокрое. Потому что надо хорошо высушенную вещь убирать на хранение. Поковала, вывернула наизнанку. И все. Убираю. В такие штуки складываю не больше трех. Вот так убираю на самой верхней антресоли. А рядом это у меня пакеты. Я никогда не выкидывала пакеты. Из них делаю более широкие такие формы. Потому что вот не во всех шкафах эти киевские коробки становятся нормально. Сюда заходит большая коробка, но они неудобные. А вот маленькие остаются в свободное место. И ничего туда не затолкаешь. Я из пакетов делаю более широкие. И там храню шапки или какие-то свитера. Коробусики делаю. И что здесь храню? Вот шапочки. Бейсболочки. Прикрываю какие-нибудь бумага от обуви. Бывает такая хорошая, качественная, чтобы дышала. И вот так складываю. У пакетов отрываю веревки. И привязываю сбоку, чтобы можно было легко достать. И вот такие конструкции, в которых можно хранить что-то головные уборы. Национально получается используем на место. Ну что, всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok